В сорной траве газонокосильщики не оставляют ни одного шанса на выживание. Хоть и переводится название амброзия из древнегреческого как «бессмертие», самарские рабочие берут ее измором. Косить начинают еще в мае, самые первые молодые побеги, и до первых заморозков. С амброзием боремся в первую очередь, скашиваем ее. Трава бывает и жесткая, которую выдираем руками, что не получается кошением. Главное – не дать растению зацвести. Пыльца амброзии – сильнейший аллерген. Кроме того, это один из самых живучих и агрессивных сорняков. Вытесняет с газона другие растения и уплотняет почву. Потому в Самаре на борьбу с амброзией каждый день выходят десятки бригад. Конечно, будет ровно, культурно. Хорошо, молодцы. Это работа обычная. Город должен быть красивой. Значит, должны убирать эту траву. В порядок приводят не только городские газоны вдоль автомагистралей, парки и скверы, но и территории во дворах. За эту работу отвечают управляющие компании. Больше всего амброзия разрастается на заброшенных стройплощадках. Но и там до нее добрались неутомимые рабочие стримерами. На сегодняшний день работа по неблагоустроенным территориям выполнена практически на 94%. Я хотел бы отметить, что эта работа ведется по всему городу, не локально, не только в центральной части, но и захватывает, так скажем, безымянку, спальный район, из Упчинина, Кукойбышевский район. Вместо дикой амброзии – культурные растения. Вместо аллергенов – цветочные ароматы. В Самаре восстанавливают газоны по городской программе озеленения. Марина Матвеевшина, Алексей Золотенков. События.